Всем приспект, братва! С вами Родюш 120, видео про фейлы российских разрабов, и сегодня я решил сделать максимально человый видос, чтобы просто в очередной раз порофлить над непутевыми разработчиками из Фантастик. Да-да, я про ту самую контору, о которой многие из вас предпочли бы больше не слышать. Про великих якутских гениев маркетинга и аутсорса, создавших шедевр под названием The Day Before, который с треском провалился в прошлом году и был закрыт спустя 4 дня после релиза. И ведь многие из нас думали, что эти ребята после настолько грандиозного и громкого провала, прозвучавшего на весь геймерский мир, уйдут на пенсию и начнут плести лапти. Вы ошибаетесь! Ох, как ошибаетесь! В последнее время наши якутские умельцы напомнили о себе и активно пытаются собирать деньги на новые проекты. Мне кажется, это отличный повод вспомнить весь их творческий путь, а заодно обсудить последние новости, связанные с Фантастикой и их новыми играми. Как я уже сказал, видос будет максимально легкий и цель его просто поугарать в очередной раз над тем, насколько некоторые разработчики оторваны от реальности и наивны. Господа, сегодня я буду без вебки, у меня опух глаз и вряд ли вам захочется на это смотреть. Если что, мою толстую рожу можно посмотреть и в других моих видео. А ещё, поскольку футажей по The Day Before после её закрытия особо не поснимаешь, в этом видео я буду максимально косить поднебритого деда. Так что ставьте скорее лайк за то, что я теперь ворую не только превью Соника, но и видеоряд у Деда 47. А также не забывайте подписываться на Twitch, где почти каждый день проходят стримы. Ну и на телегу, конечно же, чтобы быть в курсе новостей канала и игровой индустрии. А если вдруг вы внезапно захотите ещё и финансово поддержать выход контента, подписывайтесь на Буси, там я выкладываю неудачные дубли со всех роликов. В том числе и с этого выложу. Ссылочки на всё это добро в описании, всем активным заранее низкий поклон и жёсткий респект, а мы возвращаемся к якутским талантам из Фантастик. Давайте для тех, кто в танке, я сначала напомню, что же это за контора такая и чем они прославились в прошлом году. Сейчас будет краткая история одного из самых громких провалов за историю геймдева, причём не только российского, ведь наши якутские мостаки отличились настолько, что даже за рубежом на них снимали разоблачения и угорали над крахом их детище под названием The Day Before. Если хотите знать всю историю подробнее, то у меня есть несколько видео на эту тему на канале, а сейчас я расскажу всё кратко, но постараюсь не упустить самое важное. Итак, студия Фантастик изначально была ничем не примечательной, небольшой студией, которая разрабатывала игры средней паршивости и выпускала их в основном в раннем доступе. Некоторые проекты студии до релиза так и не дожили и были закрыты через пару месяцев. Среди них, например, зомби-шутер Dead Dozen. Однако были и другие игры, которые даже смогли найти своего игрока. Самые известные игры Фантастик — это выживалка The Wild Eight и многопользовательские прятки Prop Night. У этих игр было пусть и не очень большое, но всё же своё комьюнити и какой-никакой онлайн. На волне относительного успеха этих проектов и, видимо, нанюхавшись якутского снега высшего качества, наши якутские кудейстики анонсируют AAA Zombie Survival с открытым миром, графикой, физикой машины грязи, огромной картой, PvP и PvE и всем тем, что мы так любим и ждём от постапокалиптичного выживания. Их игра сразу занимает топовые места по количеству добавлений в список желаемого, а геймеры всего мира облизываются на красивейшие трейлеры, где мы видим смесь DayZ, Division'а и даже немножко SnowRunner'а. В то же время относительно трезвые ребята, среди них и ваш покорный слуга, начинают сомневаться, что амбиции небольшой инди-студии, не выпускавшие до этого настолько масштабных проектов, смогут быть реализованы их ресурсами. На западе, где к игре тоже приковано большое внимание, многие также сомневаются и проводят расследования, в которых утверждают, что трейлеры к игре — фейковая постановка, а сама игра вообще не существует. И скандалы сопровождали игру прямо до релиза. Кстати, релиз игры также несколько раз переносили, что только усугубляло сомнения в разработчиках. Через какое-то время страница игры вообще пропала из Steam, и ходили слухи, что он на разрабов подали в суд из-за названия. Но вот, вопреки всем сомнениям, в конце 2023 года игра снова появляется себе, да ещё и с даты релиза через месяц. Однако все красивые старые трейлеры игры куда-то вдруг внезапно подевались, а на их месте появился новый, довольно простенький трейлер, где уже не было видно ни того уровня графики и детализации, ни атмосферы. Всё это тоже очень насторажило тех, кто ждал игру. Но даже самые худшие опасения не смогли предсказать то, что случилось на релизе и после него. Ажиотаж у игры был огромный, и зайти на сервер было практически невозможно. А даже если у тебя получалось, через какое-то время тебя обязательно выбивало из-за ошибки движка или сервера. Но даже те, кто смог всё-таки пробиться в игру, встречало такое количество багов, что Fallout 76 по сравнению с The Day Before показался бы отполированной до блеска игрой. Из-за багов люди не могли пройти обучение, не могли выйти в город, видели огромные фигуры зомби и других игроков. Короче, багов было так много, что вы без труда найдёте кучу видео с хайлайтами в интернете. Технически плохо работал практически каждый аспект игры, однако это были далеко не все её проблемы. Конечно же, всё то, что нам обещали в первых трейлерах, тут отсутствовало. Графон подвергся огромному даунгрейду. И даже тот геймплей, который показывали, оказался фейковым. Никаких те джипов с проработанной физикой машины грязи, никакого открытого мира с другими игроками и ПВЕ. Вместо этого мы получили какую-то недоделанную пародию на Тарков с пустым городом и практически нулевым шансом встретить других игроков. При этом мы слышали где-то выстрелы в городе, но они тоже были фейковыми. Короче, мы получили отвратительное техническое состояние и унылый геймплей. Играть это было практически невозможно. Стоит ли говорить, что после такого релиза игру просто стёрли в порошок абсолютно все? Журналисты, игроки, блогеры. В личных сообщениях глава студии рассказывал, что количество рефандов просто катастрофическое и содержать такое количество серверов на ручку от продаж не получится. Выяснились новые подробности обмана, что большая часть игры была сделана бесплатно руками волонтёров, что офис в Сингапуре, которым Фантастик пускали пыль в глаза инвесторов, отсутствует по указанному адресу. Кто-то из бывших сотрудников слил инфу, что у руководителей проекта не было никакого общего видения. Его постоянно меняли под влиянием новых вышедших тайтлов, ну, например, Человек-паук 2. А если кто-то допускал ошибку в работе, его сурово штрафовали. Всё это, конечно же, всколыхнуло общественность. Хейт лился так обильно, что студия Фантастик решила самоустраниться. И через 4 дня после релиза они снимают игру с продажи и объявляют, что через месяц сервера будут закрыты. После этого сама студия Фантастик ушла в тень и даже сменила название. Проб Найт, кстати, был снят с продаж вместе с The Day Before, хотя у него так-то особых проблем не было, и по нему даже до сих пор скучают некоторые игроки и просят вернуть игру. В общем, многие думали, что это конец не только The Day Before, но и всей Фантастик. И, конечно же, самых главных якутских талантов братьев Эдуарда и Айсена Готовцевых. Но... Не спеши. Мы переносимся в наши дни. Сентябрь 2024. Почти год прошел с момента громкого провала, The Day Before и самоустранения Фантастик. Но вдруг братья Готовцевы возвращаются под тем же названием, но с приставкой 2.0 и с просьбой о втором шансе. Они утверждают, что уж теперь разработка и маркетинг будут основаны на принципе честности. Ну какие же молодцы. Это вряд ли. На самом деле, решение оставить старое название, как мне кажется, было продиктовано хоть какой-то известностью. И, несмотря на то, что известность эта исключительно негативная, видимо, братья Готовцевы были готовы это терпеть. В общем, эта новость запустила череду кринжатиной первого класса. Все прям как мы любим. Для начала давайте про эту новую игру. По словам Фантастик, это должна была быть кооперативная адвенчура для группы от двух до восьми человек. И, похоже, она была на какую-то смесь гангби с фуллгайс и выглядела максимально бюджетно. Вместе с новой игрой разрабы представили, внимание, план по воссозданию Фантастик 2.0, который как раз и прописывает принципы честного маркетинга и разработки, а также профессионализма и открытости. Вот прямая цитата. С вашей поддержкой наша команда готова создавать игры, которые станут для вас любимыми. Одна игра уже находится на стадии открытого бета-тестирования. Еще одну мы анонсируем в ближайшее время, а за ней последуют другие. Давайте построим Фантастик 2.0 вместе. Каждый заслуживает второй шанс. Мы приносим глубокие извинения за the day before и берем на себя всю ответственность за случившееся. И вот, все вроде бы выглядит неплохо. Раскаивающиеся разрабы налажали в прошлом и решили исправиться. Даже представили свой план, как это будет реализовано. А вот только все пошло немного не по плану. Простите, очень сложно мне удержаться от этих каламбуров, они прям сами напрашиваются. Итак, прежде всего, если вы думали, что вот разрабы сделали простенькую, но хорошую игру, дабы восстановить свою репутацию, вы ошибаетесь. Они выпустили демоверсию и попросили денег у игроков на кикстартере. Да, сами они проспонсировать разработку не способны. Видимо, денег после рефандов за the day before совсем не осталось. Проинвестировать собственные средства в игру они либо не готовы, либо не хотят. Поэтому не придумали ничего лучше, чем попрошайничать. Но это еще не весь кринж. Во-первых, собрать на подобный проект планировали аж целых 15 тысяч долларов. Что кажется не особо большой суммой, но, учитывая репутацию разработчиков, даже столько, по моему мнению, лучше бы не просить. Ну или хотя бы подробно расписать, что куда пойдет. Во-вторых, студия все еще использует труд волонтеров, о чем они заявляют открыто. То есть часть игры разрабатывается бесплатно, все прям как было в the day before. Ну и в-третьих, буквально на следующий же день студию обвинили в том, что игра снова создана на чужих и бесплатных ассетах. Вау, браво, браво, босс, браво. И кажется, ну в чем здесь проблема? Однако послушайте внимательно. Пост об этом разместили в осуждениях в стиме, и он был очень быстро удален самими разработчиками. Вот тебе и принципы честности и открытости. Причем ведь многие действительно не против использования ассетов. Таким занимаются огромное количество других студий, не особо-то это скрывают. Однако фантастик настолько не хотят быть как раз честными и открытыми, что стараются эту информацию скрыть от игроков. Естественно, многие сразу сделали выводы, что доверять этим ребятам все же не стоит. И компания игры Escape Factory на Kickstarter успешно провалилась, собрав всего 2000 долларов из 15. Если честно, я все равно в шоке, что какие-то люди задонатили аж целых 2000 долларов на создание игры от разработчиков The Day Before. Я этого просто не понимаю, но кто в здравом уме будет давать свои кровные чувакам с такой репутацией? Она собиралась таких аж целых 50 человек. И среди них были и те, кто вкинул довольно внушительные суммы. Ей бог, ребята, если вам настолько некуда девать деньги, лучше заходите на мои стримы и донатьте их мне, а я буду вам дальше такие ролики снимать. Дабы вы порофлили как следует. И я обещаю, я не буду закрывать канал. Хотя иногда думаю, что эти 2000 долларов закинули себе сами разработчики. Они, кстати, потом пытались отмазаться, что, мол, ассеты, которые они используют, вообще-то куплены легально. Причем они начали упоминать зачем-то и свои предыдущие проекты, в том числе The Day Before. Хотя так-то изначально с этим никто и не спорил. Основные претензии возникли к разрабам после того, как они стали удалять посты про это. И пытались скрыть факт использования ассета. Но, как я уже говорил, эти объяснения никак не спасли. И спустя месяц компания по сбору средств на Kickstarter была закрыта из-за того, что нужную сумму собрать не получилось. И игра не вызвала интереса в аудитории. Вроде как все собранные деньги после этого должны вернуться задонатившим гением. При этом сама разработка игры вроде бы не прям отменена, а отложена до лучших времен, так сказать. Наступят ли эти лучшие времена когда-нибудь, в Fantastic не уточнили. В общем, с первой попытки у Fantastic не получилось, и их новая игра закрылась, не успев даже перейти в нормальную разработку. Да уж, у готовцев их прям талант. Если вы хотите закрыть какую-то игру побыстрее, вы знаете, кого звать. Однако, если вы подумали, что это уже конец истории восстания Fantastic из пепла, вы ошибаетесь. Наши якутские ребята буквально несколько дней назад, в конце октября, объявили о создании новой игры. В этот раз это должен быть экшен с элементами хоррора под названием Items. Повеяло The Day Before, прям что-то вот знакомое такое, да? И если вы думаете, что теперь-то они точно взялись за голову, решили все-таки сами разработать интересную игру, выпустить ее и доказать игрокам, что вот они не те с камеры, что были раньше. Что они талантливые, честные и открытые. То вы, конечно же, ошибаетесь. По словам разрабов, в данный момент они разрабатывают демоверсию, а после того, как она будет закончена, снова собираются выйти на Kickstarter и собирать деньги на разработку. Короче, схема точно такая же, как и с Escape Factory. Прям один в один, мы сделаем чуть-чуть игры, покажем ее вам, а вы нам дайте денег, пожалуйста, мы ее обязательно потом закончим. А вот только, по-моему, не стоит забывать, что у нас там происходило с The Day Before. Он так-то выходил, если помните, в раннем доступе и тоже должен был быть доработан со временем. О чем, кстати, мне постоянно напоминали гении в комментариях под обзором игры. А в итоге что мы получили? Правильно, закрытие проекта и бегство разрабов в лес. И если честно, мне не очень понятно, почему сейчас что-то должно измениться. Кстати, разработчики остаются себе верны и снова ищут те, кто бесплатно сможет разрабатывать игру. В своем дискорде они объявили конкурс на создание карт к игре. Они просят присылать им наработки, которые они в случае необходимости доработают и добавят в игру. А тем, кто победит в конкурсе, они обещают, внимание, добавить имя победителя куда-то на его карту и выдать бесплатную копию игры. Да уж эти чуваки, ну прям никак не хотят платить за труд. И по моему мнению, это говорит только о том, что их подход совсем не поменялся с момента разработки The Day Before. И вряд ли когда-нибудь изменится. Такое ощущение, что челики хотят прям с минимальными затратами получить хоть какую-то прибыль, а после этого, возможно, снова куда-нибудь пропасть. И да, вы скажете, но The Day Before у них не очень-то получилось. Пришлось же вернуть бабло обратно игрокам и опозориться еще на весь мир. Все верно, поэтому теперь никакого раннего доступа они не анонсируют. Поймите меня правильно, я ничего не утверждаю на 100%, это чисто мое предположение, мое, так сказать, оценочное суждение. Но лично мне кажется, что схема с Кикстартером была выбрана, ибо она сильно безопаснее, чем ранний доступ в Стиме. Если ваша игра проваливается и вы обязаны ее закрыть, то Стим проследит за тем, чтобы деньги вернулись всем уплаченным. А если вы наобещаете какой-то херни на Кикстартере, соберете нужную сумму, а потом выпустите какую-то всратую игру, то уже абсолютно пофигу на отзывы и так далее, номинально вы выполнили свои условия. Поэтому деньги, собранные на Кикстартере, не будут возвращены. Если вы скажете, ну как же репутация, то я вас умоляю, но разве может быть репутация хуже, чем у разработчиков The Day Before? Даже у разработчиков смуты она получше, те хоть игру не закрыли и даже что-то делают и исправляют. Об этом, кстати, будет следующее видео, а то давненько мы не копались в смутном дерьмице. Возвращаясь к фантастике и ее новым играм, у меня тут двоякое отношение. С одной стороны, я как геймер не хочу, чтобы подобные проходимцы вообще занимались разработкой игр. Хочу, чтобы они везде терпили неудачу, пока не поймут, что заниматься надо чем-то другим. Пока не поймут, что поддержки от нормальных людей уже не получить. Но с другой стороны, как контентмейкер, мне, конечно, дико доставляет весь этот кринж. Если выйдет какой-то шедевр из-под их крыла, я, конечно же, обязательно сниму по этому поводу видео. Где, я уверен, мы сможем с вами порофлить в очередной раз. Так что пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу и верите ли вы в разрабов. Верите ли вы в то, что новые игры Фантастик все же будут хорошими, что они исправились. Или же это все новая попытка заскамить честной народ. Ну и не забывайте подписываться на телегу, твич, на этот канал, если вам понравилось видео. Дискорды, группа ВК и так далее, и так далее. Все это в описании, а на сегодня это все. Всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо и жестких респектов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok